Прежде чем мы начнем, хочу задать вопрос. Какой день своей жизни вы считаете самым важным? Как? Когда поняли, для чего родились. Еще какие есть? День рождения, сегодняшний, день покаяния. Как? Крещение Духом Святым. Все, кончились? Варианты? А? Вот. Повторить можно? Ну-ка, миссионеры. Да. У миссионеров, наверное, особое понимание. На самом деле, это не... Как бы неприятная тема, и мало кто о ней хочет говорить. Мало кто об этом задумывается, но на самом деле, это самый важный день нашей жизни. Все дни, которые вы называли, и крещение Святым Духом, и день рождения, и покаяние, и так далее, и так далее, этот список можно продолжать. Это очень важные дни. Но представьте тот день, когда вы предстанете перед Богом на отчет. Тогда все остальные дни, все ваши дни рождения, 8 марта, новые годы и так далее, оно превращается в такую пыль, которая ничего не значит по сравнению с тем, когда ты стоишь, и ты понимаешь, что у тебя уже за день никаких шансов нет. Поэтому вся наша жизнь, с момента нашего физического рождения, духовного рождения и так далее, это всего лишь... Да, можно так сказать, это всего лишь подготовка к тому дню, когда мы с ним встретимся. И это самый важный день, и мы сегодня будем об этом говорить. Как сегодня брат уже сказал, вы что, говорит, бессмертные? Поэтому будем говорить как раз об этом, о бессмертии. И я назвал эту проповедь предназначение одного дня. Можете, жизнь одного дня, как хотите назовите, но главное, чтобы что-то Бог нам сегодня открыл. Давайте мы помолимся. Отец, во имя Иисуса Христа, Господь, благослови это время, проговори к нам сегодня, дай нам новое понимание во имя Иисуса Христа. Пускай твоя благодать будет, пускай уши наши, они будут открыты. И возьми под свой контроль, Господь, это время и это место. Господь, спасибо тебе за то, что ты утверждаешь Царство Божие на этом месте и в этом городе. Во имя и во славу имени Господа. И все сказали? Аминь. Аминь. Все готовы слушать? Да. Вы живые? Да. Да, да, что-то после смерти так энтузиазмом уже не пахнет. Давайте откроем Иоанна 7 глава, 30 стих. Здесь говорится о том, что искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел Его час. Послушайте, пока час или пока время Иисуса не пришло к тому, что Его могли взять, ничего с Ним не могли сделать, ничего с Ним не могло произойти. Он знал четко и понимал четко свою роль на этой земле. Он знал, когда должен прийти этот час. И до тех пор, пока этот час не пришел, ну, представьте, вот они уже Его хватают и как раз мимо, как иллюзию. Раз, раз и нету. Поэтому, у кого есть страхи различного рода, они бывают у служителей, не у служителей, у верующих, не у верующих. Но сегодня мы говорим с христианами. У кого есть страх? Есть страхи. Какие? Ага, я вам не скажу, пастор. Это уже мои страхи. Страх перед неизвестностью есть? Страх получить что? Боль. Физическую, моральную, любую. Страх публичных выступлений? Ты даже не представляешь, как я этого боюсь. Еще какие страхи есть? А? За детей? За будущее. Я думаю, что большинство ваших сегодняшних страхов, они, ну, они будут ничем. Если до нас дойдет важность этого слова, большинство этих страхов, они просто автоматически отпадут. Даже исходя из этого первого местописания, там где сказано о том, что они не могли на него наложить руки, не могли ничего с ним сделать до тех пор, пока не пришло его время. Вот это первое то, что нужно понять для своей жизни. До тех пор, пока ты находишься в его плане, до тех пор, пока ты выполняешь ту задачу, для которой ты был рожден, с тобой абсолютно ничего не может произойти. Это первый фактор. Второй фактор. Это уровень твоего познания Бога. Насколько ты его знаешь? Чем глубже и чем теснее твои отношения с Богом, тем меньше страхов у тебя остается. Потому что Бог не дал нам... А чего дал? Любви и целомудрия. Любви и целомудрия. Тогда возникает вопрос. Если у тебя, как у верующего, возникают определенные страхи, Чей дух ты получил? Кому ты ближе находишься? Давайте общаться, общаться. Ну, конечно. Но так же есть и страх Божий. Тоже же нельзя забывать. Поэтому, чем теснее твои отношения, Чем ближе ты к Богу, Чем глубже твои отношения с Ним, Тем меньше страхов в твоей жизни остается. Даже за тех же детей. Даже за тех же людей. Даже за публичное выступление. За все. Я вот пастору сегодня говорил, Вот дети были, да? Танцевали, хлопали. И мальчик стоял такой. Я говорю, вот это вот я такой был. Что даже раз и со сцены, шик, сбежал. Вот это я такой был, ну, в жизни. И только благодаря тому, Что Бог меня нашел в свое время, И начал со мной производить какую-то работу, Многие вещи просто, они автоматически поотлетали. Потому что я знал, что это надо делать. Потому что я знал, что у меня другой дороги нет. Давайте откроем следующее местописание. Это Иоанна, 12 глава, 27 стих. Прикольно, можно Библию не трогать. Это у меня что-то со зрением. Окей, экран, да? Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, Но на сей час я и пришел. О чем здесь речь? Кто знает? А? Вот. То есть, служение Иисуса, оно уже подошло к завершению. Будем так говорить, да? И как раз пришел этот час, когда ему уже надо расставаться. С чего начинается местописание? Чего сделала? Душа моя чего сделала? Вот, послушайте, она всегда будет возмущаться. У нее такая работа. Если сам Бог пришел на землю и говорит, Слушайте, душа моя теперь возмутилась. А? Раздвоение личности. Не, мы же три единые. Дух, душа и тело. Поэтому, если у самого Бога душа возмутилась, Как вы думаете, у нас она будет возмущаться? Да? Какой выбор он сделал? И что мне сказать, отче? Избавь меня час от всего, Но на сей час я и пришел. Оказывается, что есть определенное время. Знаем мы это, не знаем мы это, Хотим мы это, не хотим, верим, не верим. Есть определенное время, когда оно Кончится. То есть придет наш час. Каждого из нас. Не важно, 20 лет, 30, 40, 50, Кому сколько. Кто знает, сколько он будет жить? Ага. Никто не знает. А кто задавал Богу такие вопросы? Сложно, да? Молчит. А теперь я буду вам доказывать, Что это все реально, это все возможно. Главное, чтобы вы услышали И Приняли это. То есть есть определенное время, Которому мы должны подготовиться. Если мы не будем знать этого времени, Как мы подготовимся к нему? А? Никак. Это может получиться, Как басни Крылова Стрекоза и муравей. Лето красное пропело. Аллилуйя. А тут Бог, все, время кончилось, давай. Заходи на отчет. Да как это? Ну как это? Я же еще Не нагулялся? Послушайте, это очень важно. Есть время, Есть час. Но если ты не будешь знать его, Хотя бы приблизительно, Ты не сможешь к этому времени Никогда в жизни подготовиться. У нас есть Определенная иллюзия человеческая, Что у нас всегда есть время. У нас всегда есть еще один понедельник. У нас всегда еще есть один год. Правда? Если мы хотим чего-то начать, Когда мы начинаем? Завтра. Завтра, понедельник и так далее. То есть у нас всегда есть завтра. Да, а то и послезавтра. Так вот, Вот эта иллюзия, С которой нужно расставаться в нашей жизни. Как можно подготовиться к этому времени? Хотите узнать? А? Если вы записываете, пишите. Самое первое и самое важное, Как вы думаете, что это? Правильно. Знать автора твоей жизни. То есть это знание Бога. Это не вера, что где-то есть Бог. И я с Ним никогда в жизни могу не встретиться. Он мне посылки шлет, Переводы. И я его могу никогда в жизни не увидеть. Но когда ты знаешь его, Ты можешь держать его за руку, Можешь вести с ним диалог И задавать ему вопросы. Есть такое в жизни? Это очень хорошо. Поэтому самое первое, Это знание Бога. Знание автора твоей жизни. Кто задавался вопросом, Для чего я родился на этой земле? А? Не, я, наверное, неправильно задал вопрос. Кто не задавался таким вопросом никогда? Есть такие? Что-то я не вижу ни одной руки. Если вы задавали такой вопрос, Получали ли вы ответ? У вас нельзя разговаривать? Такое впечатление, что, послушайте, Это либо иллюзия, что люди сидят, А я один в комнате представляю. Сам себе задаю вопросы. Если вы задавались таким вопросом, Получали ли вы ответ, Для чего я рожден на этой земле? Ну, что мне нужно сделать на этой земле? Тем более, если я родился физически, И Бог мне дал еще родиться духовно, Спас меня, значит, не зря я здесь. Но что-то же я должен сделать? Чем-то же должна закончиться моя жизнь? Чем-то же этот период должен закончиться? Громче. Как? Изменения в жизни. Хорошо. Хотя бы. Хотя бы изменения в жизни. Минимально. А что можно считать под изменениями? Работа над собой. Потому что, допустим, если я слышу изменения, Я могу пойти к пластическому хирургу, Наделать кучу операций, Это будет изменениями? Как это нет? Я же изменился. Вот. Тогда надо конкретизировать, Что изменения той личности, Которую Бог возродил. Правильно? Вот. Внутренней. Как ее правильно изменить, Если я не знаю, Кем она должна быть? А? Пробовать. Я столько в жизни напробовался, Что не дай Бог. Уже здоровье не уйдет сюда. Уже здоровье. Вот. Давайте немножко отвлечемся от темы. Вот. А я говорю о том, Я говорю о том, Как я напробовался в своей жизни. Это был 2000 год. 17 мая. Я уже так напробовался в своей жизни, Что если бы я стал там рядом с экраном, Меня бы не было видно. Я бы был черного цвета. Внутри я уже гнил. Я думаю, Что если бы не пришел к Богу, То месяца два, три так еще, Я бы протянул. Вот это Была моя жизнь проб. Но я не считал, Что это были ошибки. Это были мои пробы. 29 лет. Единственный вопрос У меня был к Богу. Когда он меня Спас, Я очень слезно Задавал ему вопрос. Говорю, Господи, Почему так поздно? Почему так поздно? Мне столько пришлось Пережить За вот эти 29 лет. Что, наверное, Там бы уместилось Несколько жизней. Ну, Для нескольких бы людей Хватило бы этой жизни. Ну, Потом я уже понял, Для чего это мне надо было Все пережить. Но Мы говорим не о пробах. Например, Есть Директор Или начальник Предприятия. Да, Он меня нанимает на работу. Если он мне не даст Четкий план действий Или Моих обязанностей Или то, Что я должен выполнять. Как я смогу это узнать? Через общение. Ну, Если он меня нанимает, Значит, Он должен четко Изначально определить Мой курс. Правильно? Объем работы. Время. Выделенное На эту работу. Вот. Видите, Как вы уже Начинаете правильно Выстраивать Свою мысль. Вот. А теперь Давайте вернемся к Богу. Я пришел к Богу. И задаю ему вопрос. Для чего Я родился? Для чего Ты Меня Спас? Не дослушав ответ, Побежал чем-то Заниматься. Насколько Мои действия, Они будут эффективны? Что-что? Разбрасываюсь, Трачу время. То есть, Я его не использую полноценно, То, Для чего Оно мне дано. Тогда Возвращаемся к вопросу, Когда мы задаем Богу вопрос, Для чего Ты Меня Родил На этой Земле? И если Я не могу На него Ответить, Что я По сегодняшний День Тогда Делаю? Возвращаемся к ответу, Я себя Разбрасываю, Расточаю, Вот, Наталкивает ли это нас На мысль Определенную? Нет, Правильно ли я живу, Это понятие Относительно. Если я задал вопрос Богу, И Он Не ответил, Или я не захотел Услышать, Или я не Недослышал? Сколько У меня Время, Пастор? 25 минут. Будем тогда Ускоряться, Чтобы Уложиться. Поэтому Первое, Я и говорю О знании Бога. Если Директор Элементарный Человеческий Фактор Нанимает Меня на Работу, И Он Мне дает Четкие Указания, Я знаю, Что мне Надо делать, За какой Период Времени И какой Результат Я должен Принести, То Почему мы думаем, Что Бог Не такой Же? Боже мой, Я восхищен Нашим Христианством. Мы настолько Любим себя Оправдать. Мы настолько Себя Адвокаты. А я же Не говорю Что ты Себя Оправдываешь Правильно И мне Приятно С тобой Разговорить Кто-то Со мной Поговорит Правильно Послушайте Наше Отношение К Богу Или К тому К той Задаче Для которой Мы рождены Оно Должно Измениться Коренным Образом Вы Так Считаете Или Нет Тогда Возвращаемся К первому Пункту Первый Пункт Это Какой Это Знание Бога Если Он Является Для Меня Ценностью Если Он Является Для Меня Богом Если Он Является Для Меня Господином Я Уже Допустим Верующий Там 20 лет 30 лет Я Не знаю Чего Хочет От Меня Господин Насколько Я могу Тогда Заявить О том Что Он Моя Ценность А Это Вы Сказали Это Не Я Сказал И Если Быть Честным То Это Правда Если Он Для Меня Господин Значит Его Приказ Для Меня Закон Если Он Для Меня Ценность Значит Я Живу Только Для Того Чтобы Исполнять Его Волю На Этой Земле У Меня Нет Другой Жизни У У Была Другая Жизнь До Него И Та Жизнь Которая Была До Него Она Не Особо Как Б Мне Мне Понравилось После Того Как Я С Ним Встретился Я Я Знал Как Какую Жизнь Он Для Меня Приготовил Я Искал Себе Свою Жизнь Я Жил Так Как Считал Нужным Как Считал Важным По Различным Там Каким-то Причинам Мыслям И так Далее Поэтому Самый Первый Пункт Это Знание Бога И За Этим Следует Следующее Несколько Пунктов Второе Это Что Бог Тебе Поручил Мы Уже Затрагивали Этот Вопрос Правильно То То Это Твое Призвание Это Твое Предназначение Вы Вообще Здесь Точно А То Страх Берет Второе Это То Что Бог Тебе Поручил Это Твое Призвание Или Предназначение Третье Насколько Ты Это Исполнил Важный Пункт Если Ты Не Знаешь Своего Плана Как Ты Можешь Предстать Перед Богом И Отчитаться А Никак Поэтому Очень Глупо С Божьей Стороны Дать Тебе Призвание И О нем Не Сказать Правда Давайте Вспомним Павла Его Слова Течение Совершил Веру Сохранил А Теперь Готовься То есть У Павла Было Четкое Представление Что Ему Надо Было Сделать И Что Он За Это Получит И Он Четко Декларировал Это Это Я Сделал Это Я Сделал И За Вот Это Я Получу Вот Это Вот Представьте Отношения Павла С Богом И Вот Это Такие Отношения Должны Быть У Нас С Вами Что Ты Четко Должен Осознавать И Понимать То Для Чего Ты Рожден На Этой Земле Почему Ты Именно Родился В Киеве Или Почему Ты Именно Едешь В Стокгольм И Так Далее И Так Далее У Тебя Должно Быть Четкое Понимание С Каким Отчетом Ты Должен Прийти к Богу Хотя бы Постараться Выполнить В Процентном Соотношении Больше Там Пятидесяти Или Хотя Бо Как Павел Это Сделал Это Сделал Все Я Даже Знаю Какая Корона Мне Светит Представьте Насколько Насколько Близкие Отношения И Четкое Понимание Бога Того Что Ты Должен Сделать И Какую Награду Ты Получишь За Это Поэтому Он И Говорит Что Я Бегу Все Бегут Но Я Бегу Не Так Как Все Я Бегу Чтобы Получить Если Сравнить Наше Христианство Все Бегут Как В фильме Знаете Одинамо Бежит Да Все Бегут Но Он Говорит Я Не Так Как Все Бегу Я Бегу Чтобы Получить Он Бежит Для Результата Он Знает Что Он Должен За Это Получить Он Знает Что Самое важное Это Отчет Поэтому Отчет Он Говорит Как Раз О Моей Готовности Насколько Я Готов Предстать Пред Богом Как Я Перед Ним Предстану Как Верный Раб Как Лукавый Раб Как Овца Как Козел Вообще Непопулярная Тема Да Мы Всегда Хотим Ее Изб Но Она Есть Библия Послушайте Иисус Строил И Разделял Пополам На Левую На Правую Сторону Поэтому Это Уже От Меня Зависит Насколько Я Схвачусь За Него Насколько Я Как Яков Послушай Что Мне Надо Сделать Какой Мой Конечный Результат В Этой Жизни Что Я Должен Принести С Каким Отчетом Я Должен Предстать Пред Тобою Все Может Мне Просто Одного Единственного Человека Надо Спасти Который За Собой Приведет Миллионы Ну Зато Этот Один Человек Стоит Всей Моей Жизни Всех Моих Нервов И Так Далее Поэтому Я Не думаю Что Бог Он Хочет От Нас Что То Скрыть Для Того Чтобы Ты Потом Появился Перед Ним А Не Сделал Ага Все Понимаете О чем Я Или Нет Давайте Вспомним Притчу О Талантах Одному Дал Столько Другому Дал Столько Третьему Дал Столько Да Что Он Третьему Сказал Когда Пришло Время Расчета А Ну да Лукавый Ленивый Раб Мы Это Почему Как-то Стесняемся Говорить Или Озвучивать Но Он Ему Проговорил Да Лукавый Ленивый Раб Ты Же Знал Что Я Должен Прийти И Получить Свое С чем С Прибылью То Оказывается Бог Не Только Знал Что Он Должен Что То Вернуть А он еще должен ему вернуть с определенной прибылью. Если Бог тебя посадил на этой земле, поместил, посадил нехорошее слово, поместил на этой земле, дал родиться физически, дал тебе возрождение духом, спас, оградил от всех грехов, от проклятия освободил, все сделал для тебя, чтобы ты что? Что? Правильно, пошел и закопал все это. Поэтому да не будет с нами так. Бог знает, с чем мы должны к нему вернуться. Он нас видит насквозь, как бы мы от него не скрывались, как бы мы его не переубеждали, как бы мы не пытались сыграть в его глазах жертву. Ну ты же видишь, что я не могу, ну ты же понимаешь, что у меня это никак. Послушайте, он все знает. И он знает, с чем ты должен к нему прийти. И он знает с точностью до процента, насколько ты сможешь это выполнить. И он знает время, какое тебе нужно для этого. А теперь я вас, Тимофея, этот пример я уже приводил, да? Четыре, шестого по восьмой. Экран. Это к титул. А мне надо к второму и к Тимофею. Четвертая глава. Второе. О. С шестого по восьмой. По очереди, да? Что Павел говорит или пишет Тимофею? Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. О чем это говорит? Он знал. Он знал это время. Знал. Он знал это время. Когда ему предстоит уйти. Хотя до этого времени, когда он знал, он говорит, что могу разрешиться хоть сейчас. И быть с Господом, что несравненно лучше. Но нужно оставаться, чтобы у вас был некий плод. Представьте, насколько его были отношения с Богом, что он мог прийти к Богу и сказать, все, надоело, забирай. Говорит, могу разрешиться хоть сейчас и быть с Богом, что несравненно лучше. Даже того времени, с которым он был, и не дойдя до конца, этого хватало уже, чтобы он был с Богом. Говорит, могу разрешиться хоть сейчас и быть с Богом, что несравненно лучше. Рыдал, страдал, три года учился слезами. Представьте, что такое пастырская деятельность. Подвигом добрым я подвязался. Течение совершил, веру сохранил. Следующий. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день Онны, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Знал, что нужно сделать. Знал день своего отшествия. И знал награду. А теперь давайте зададим себе вопрос. Если я верующий человек, очень сильный и крепко любящий Бога, насколько я могу процитировать свою жизнь или положить свою жизнь на вот эту цитату Павла? Десять минут. Могу ли я это сделать? А? Вы здесь? На многих лицах я уже не наблюдаю улыбок. Вы меня простите, конечно, но я очень долго сопротивлялся. Послушайте, я знаю, что это за слово. Я это слово читал в одной церкви очень много лет назад. А зал здоровенный, 700 человек. Я проповедую, и мне страшно. И в конце проповедь пастор встает и говорит, слушай, я даже, говорит, не знаю, что, говорит, мне сказать. Поэтому, когда пастор пригласил меня, я сразу начал думать. И Бог мне дал это, я говорю, нет. Он вот это, я говорю, нет. И у меня было готово несколько проповедей. Но в самом конце уже, в самом конце жена подтвердила, что вот это. Я уже просто не мог сопротивляться. Поэтому вот эта твердая пища, которая, уже вы до нее доросли, и она нужна вам. Псалом 89, 12. Научи нас числять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Кто это просит? Моисей. Моисей. Говорит, научи меня, чтобы мне приобрести, чтобы мне знать, сколько дней моих. Следующее. Потому что мало времени. Псалом 38, 5 стих. Кто читает громко? Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. О чем Давид говорит или просит Бога? Какой вопрос он ему задает? Представьте, насколько тесные отношения или насколько отношения с Богом такие, что он не боится задавать такой вопрос. Большинство из нас боится задать этот вопрос Богу и услышать ответ, к сожалению. А знаете причину почему? Потому что отношения с Богом, это может нам не понравиться, но они не настолько плотные для того, чтобы мы могли услышать этот ответ. Вы даже не представляете, это слово я получил в уединении, по-моему, дней 10, наверное, тогда постился. Вы не представляете, что со мной происходило, когда Бог начал говорить со мной так. Я знаю, сколько мне жить, я знаю, до какого возраста я буду жить, ну, день не знаю, когда я умру, я знаю возраст. И знаю примерно, ну, что мне надо сделать за это время. О чем спрашивал Давид? Правильный это вопрос? Уверены в этом? Представьте, это человек, которого Бог назвал по сердцу. Читая жизнь Давида, что он там вытворял, думаешь, Господи, и вот это человек по твоему сердцу? Цари на войну пошли, он проспал. Проспал, проснулся, пошел в Версавию взял. Побыл с Версавией, сманипулировал все так, чтобы ее мужа убили. Поэтому то, что в вашей жизни происходит, у вас еще огромный шанс на прощение. Послушайте, сегодня это звучало. Бог благ и милостью. И если вы сегодня это слышите, это огромная благодать и огромная милость на то, чтобы ваша жизнь, она выстроилась к тому дню, который придется давать отчет. Сколько времени осталось? Пять минут. Пять минут. Давайте притчу откроем. Четвертую главу. Я не знаю. Побьете вы меня потом, не побьете. Это хорошо. Притчи 4, 26-27. Очень важно. Послушайте. Обдумайтесь с тезю для ноги твоей. Первое – это планирование всей твоей жизни после того, как ты задашь вопросу, Господи, сколько же мне осталось жить? А этот вопрос очень сложный. Если ты не готов положить себя как жертву на его алтарь и, как говорится, уже не я живу, но Христос во мне. Если ты не готов таким образом жить, ты никогда в жизни не услышишь ответ. Но если твое сердце готово, как у Павла, как у Давида, как у Моисея, будьте готовы услышать. И услышать то, что вам нужно сделать за этот период времени. И для этого нужно потом обдумать с тезю для ноги твоей. И все пути твои будут что? Тверды. Почему Иисус мог ходить твердо, и никто с Ним не мог ничего сделать? Почему, когда Он сделал в одном месте чудеса, к нему собрался весь город и говорит, нет, мне надо идти в другое место? Послушайте, Он четко знал, где и когда Ему нужно быть, и что Ему делать в тот или другой момент. Поэтому да будет это точно так же в нашей жизни. Пускай наши отношения с Богом, они станут настолько тесные, они станут настолько близкие, что мы будем ходить с Ним за руку и советоваться. Слушай, а может мне вот туда шаг сделать? А может мне вот это вот сделать? Нет, делай вот это, сделай вот так вот. Следующий стих. Не уклоняйся никуда. Это говорится о сфокусированности. Потому что когда ты знаешь цель своей жизни, у тебя должен быть фокус направлен только на это. Потому что все внешние факторы, они будут у тебя постоянно то влево, то вправо, то назад пошли, то еще куда-то. Фокус должен быть на том, чем должна закончиться твоя жизнь. Как ты встретишься со своим отцом, как он тебя примет с радостью. Или вы не читали в Библии, что отойдите от меня? Не, мы не хотим это читать. Это не наши любимые стихи. Не дай Бог, чтобы это было о нас. Не направо, не удали ногу твою от зла. Послушайте, когда мы сфокусированы на той занятости, для которой мы рождены на эту землю, автоматически наши ноги, они удаляются от зла. Нам просто не хватает времени творить, чудить, налево и направо, вытворять. Да, творить чудеса, только не те. Следующее. Экран следующий. О, а, все. Все, да? Твердость, неуклонность и удаление от зла, да. И последнее местописание филиппийцам 1.21. Вложился вроде. Господи, я не знаю, конечно. Ибо для меня жизнь кто? А смерть что? Вот. Поэтому это то, что мы никогда в жизни не должны бояться. Этот страх, он не должен принадлежать нам по природе, как детям Божьим. Потому что, если мы умираем, мы только приобретаем Христа. Мы приобретаем Бога. То есть, это как Павел. Могу хоть сейчас и быть с Богом, что несравненно лучше. Но на этот период времени, пока я на земле, для меня жизнь должна быть кто? Все. Я должен жить для Него. Я должен жить в соответствии Его плана. В соответствии того предназначения, для которого Он меня родил на этой земле. Для которого Он меня спас, освободил. Вот это единственная задача и цель моей жизни. Все. И на вот этом вот должен быть весь мой фокус. Потому что многие вещи в нашей жизни, они отвлекают нас. Ой, я надо то. Ой, я надо третье. Ой, я четвертое. А когда же жить? А как же дети? А как же то? У нас четверо детей. Мы на первую миссию поехали. Я уже поехал за шесть месяцев до рождения ребенка. Морально, мысленно. Когда Бог сказал уже ехать на миссию, жена была беременная вторым. А я уже спаковал все вещи, все чемоданы, все у меня уже готово. Я уже готов ехать. Уже такси готов вызывать. И меня с ноября месяца до марта месяца меня сдерживали. Знаете, как цепного пса за цепь. Раз. А я рвался. Все, у меня уже все готово. Я уже готов ехать. Но тогда я не понимал, что надо было родить там. Месяц, чтобы мы побыли с родными. У меня миссия. Все. У меня фокус. Я больше ничего другого не вижу. И мы поехали тогда на миссию. Ребенок родился, месяц прошел. И мы уже один маленький ребенок и второй месячный. И мы на миссию. Ни флага, ни родины, ни денег, вообще ничего. Одни дети. Одни дети. Послушайте. Бог настолько начал делать чудеса, мы сами не ожидали. Соседи, как зачарованные. Тунь-тунь. И тарелка такая с пирожками. А денег нету, голодные сидим. Все кончилось. Гора пирожков. Возьмите, пожалуйста. Представляете, они знакомиться приходили. Ни как зовут, ничего. То пирожки, то давайте мы вам постираем. Там машинка стирала. У вас двое детей. Давайте у нас машинка есть. Давайте мы вам постираем. Ну представьте, насколько Бог начал просто открывать двери. Потом мы переехали на другую квартиру. У нас была помощница. Училась как раз она тогда в университете. И они жили под нами. Квартира. Там она с девчонками снимала. И одна ее сокурсница просыпается однажды утром. Говорит, я боюсь того, кто сверху. А мы на третьем этаже жили, а не на втором. Говорит, а чего? Мне, говорит, сон приснился. Что, говорит, у него все ключи города. Представьте. Насколько Бог может просто творить неимоверное. Когда ты находишься в его воле, ты понимаешь, для чего ты рожден, для чего он тебя спас, что тебе нужно делать. Умеешь ты это, не умеешь это. Это уже другой вопрос. Поэтому пускай Бог благословит каждого из нас, уберет из нашей жизни всякого рода страх. Пускай благодать придет на то, чтобы услышать от него свою цель, свое предназначение, свое призвание. Если вы не готовы, конечно, услышать день своего отшествия, пускай не говорит. Но это, знаете, в чем помогает? Лично мне. Я вам сейчас открою один секрет. Я это никому не говорил. Есть болезнь. Ее надо лечить. Но не факт, что она вылечится. Но я же знаю, когда Бог мне сказал в мое время. Представьте, насколько вот эта болезнь, она стала пеплом. То есть она не беспокоит. Я понимаю, что если она есть, я доживу до того времени, до которого сказал Бог. Потому что я делаю то, что Он сказал. А она как фактор, как жало, может быть, у Павла было. Да, неприятный побочный эффект прошлой жизни. Поэтому либо Бог ее уберет каким-то образом. Но я-то знаю, что все. У меня нету страха, допустим, что через день, через два, через месяц ты пойдешь на ночу. Нет. Я знаю, когда мое время, оно не пришло. Поэтому, что бы ни происходило, я знаю день своего отшествия. Как Павел, как Давид, пускай вас Бог всех благословит. Спасибо.